Сказывать мне, вот этот человек, который мне позвонил, он сказал, что мы оккупировали Крым. Окупировали? Но я же не понимаю, что значит оккупировали, когда я не видел ни одного человека, который бы не ликовал. Там было ликование всеобщее. Ликование всеобщее. Я согласна, но я думаю, что если так вот я возьму на себя ответственность от имени вот этих вот сомневающихся слушателей, то претензия основная в чем дальше? Все сделали, прекрасно приняли. Дальше. Игорь Иванович Стрелков, который в этот момент находился в Крыму, вдохновленный увиденным, пошел. И что? И как он сам в интервью говорит, начал раскручивать маховик войны. И по сути из-за него дальше, из-за Полотова. Ты помнишь, сказала, приехали ребята, помнишь это? Нелли Шепа, которая была мэром Славянска, украинским мэром Славянска, выбранным в 2010 году на выборах. Которая сказала, приехали ребята, мы их поддержим. И Славянск встречает Стрелкова как освободителя. Он сначала был думать, что так же будет красиво. Он держит Северный мост, потому что он убежден, что сейчас войска Российской Федерации войдут. Из этого частности следует, что он категорически далек от русской власти, категорически далек от места принятия решений, категорически далек от русской армии, категорически далек. Потому что если бы он не был далек, если бы он не был далек, он знал бы, каково будет решение. Никто не придет. Потому что никто не придет. Если бы он просто был аналитиком хотя бы уровня нижайшего и презреннейшего Даренко, хотя бы моего уровня он был бы аналитиком, он бы сказал то, что сказал я год назад. Донбасс, дымовая завеса Крыма. Я сказал год назад. Донбасс, дымовая завеса Крыма. Понятно? Значит, наш Игорь Иванович Стрелков, Игорь Иванович Гиркин, не обладая никакими связями в Москве, не обладая никакими связями с руководством, не обладая вообще аналитическими способностями даже на моем ничтожном уровне, даже на моем ничтожном уровне, он ринулся в Славянск. Из этого явствует что? Прошу. Да. Он не просто один сумасшедший какой-то, не связанный ни с кем, он с группой. С небольшой группой. Ему там никто не смог. Подождите, из этого следует дальше половинки разорванных на площадях тел, которые разговаривают. Что из этого следует? Что при чем тут Россия? Внимание, при чем тут Россия? Они стали получать поддержку из России деньгами от Малафеева, например, то, о чем они сами говорят, насколько я понимаю, нет? От русских бизнесменов. Есть группа людей, не обладающих ни информацией, ни аналитическими способностями, которым деньги дают столь же малоинформированные и не обладающие аналитическими способностями. От нас. От нас, из нашей страны идет. Ну что это значит? Мы великий огромный народ. Мы огромный народ. 140 миллионов, как минимум, на самом деле больше. Уже 145 вместе с Крымом. Мы огромный народ. И у нас есть группа слабых аналитических мозгов, не информированных и не включенных. Во власть, не имеющих связи с властью. С деньгами при этом. А также есть группа людей, бизнесменов, которые срубили бабло, с и так же не обладают ни аналитическими способностями. Начинать финансировать там эту группу, которая во имя России там что-то делает. Можно вопрос? Можно вопрос? При чем тут руководство России? При том, что... Нет, потому что не понимаете. Вот я, например, внимание, я, например... Надо было остановить этот поток. Что же это бесконтрольное? Я, например, говорю в марте прошлого года, Донбасс есть дымовая завеса Крыма. Я говорю. А они этого не говорят. А она нужна? А если бы ее не было? Если бы, вот условно говоря, не пошел бы Стрелков-Гиркин, ничего бы не было, тогда что? Тогда было бы хуже, что ли? Я не понимаю. Донбасс это способ держать Киев за кадык. Или за мошонку, если тебе удобнее так говорить. А, так бы Киев сконцентрировался бы на возвращении Крыма? Конечно. В этом смысле? Конечно. Значит, Донбасс благое дело и благая камуфляжная дымовая завеса. Благое дело. Чтобы у них не было времени на откликаться. Нет, для того, чтобы у них не было времени на откликаться. Для того, чтобы они забыли о больном зубе тогда, когда им пилят ногу. Для того, чтобы впоследствии они вели себя здесь правильно. Для того, чтобы держать за кадык не только Киев, но и Вашингтон потихонечку. Нужен был Донбасс. Донбасс произошел. Но это же наши живые люди все умирают там. Теряют жилье. Есть неживые, разные есть люди. Теряют родителей, дети. Совершенно справедливо. Совершенно справедливо. Родители детей. Как ты догадалась? Ты читаешь газеты. Молодец. Значит, Донбасс это домовая завеса Крыма. Все? Донбасс это домовая завеса Крыма. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.